Коллеги, добрый вечер. Мы продолжаем встречаться в нашем методическом клубе учителей-словесников Московского городского педагогического университета. И я напомню вам, что в этом году мы сосредоточили свое внимание на анализе эпизодов классических текстов. Мы думаем о том, как помочь нашим коллегам, которые работают в системе профессионального образования, у которых значительно сокращены часы на литературу в этом году. Им приходится очень быстро изучать произведения, которые включены в стандарт и в программу. И одновременно мы продолжаем работу по подготовке к ЕГЭ, подготовке материалов для практикумов по ЕГЭ, которые в этом году московские школы реализуют. В прошлом году реализовали очень успешно. Там почти на 20 баллов вырос средний балл и очень много 100-бальников. То есть не зря такая-то работа была очень полезная. И там тоже очень востребован вот этот формат работы с эпизодом, работа с доминантами художественного произведения. И вот помогает коллегам организовать повторения в рамках этого практикума. Поэтому вот такие два направления работы нашего института мы поддерживаем нашим методическим клубом. Работа с СПО и работа по практикум по подготовке к ЕГЭ по литературе. Сегодня у нас с вами Вишневый сад Антона Павловича Чехова. У нас сегодня присутствуют все три наших эксперта нашего университета, чему я очень рада. Не всегда нам удается собираться всем втроем. А вот сегодня это вот такой замечательный момент. Я напомню вам, что у нас среди наших экспертов Пашков Александр Витальевич, заведующий кафедрой мировой литературы Института русского языка имени Пушкина. У нас с вами эксперт Татьяна Ильина Шишигина, доцент и преподаватель Вологодского государственного университета, преподаватель методики. И вот как она сегодня хочет подчеркнуть учитель многопрофильного лицея. И у нас с вами Антон Алексеевич Кулачев, который известен всем как председатель гиддисловесников в первую очередь, но и в Москве как учитель литературы школы номер 15-14. Я очень рада вас, коллеги, приветствовать. Рада тем, кто к нам пришел сегодня из наших коллег. Пока их не так много, но вот среди них есть наши постоянные слушатели, чему я тоже очень рада. Спасибо вам большое. Мы делаем запись. Мы, как обычно, разместим ее потом на нашей странице, на нашем канале, вернее, канале нашего института на YouTube. И презентации выложим, и наши тексты, которые мы обычно для вас готовим. То есть все это будет выложено в группах наших, для наших учителей. И на YouTube будет выложена запись, еще раз повторю. Давайте начинать. У нас сегодня, я так понимаю, как мы договорились с экспертами, основной докладчик Антон Алексеевич, со-докладчик Татьяна Леонидовна, а мы с Александром Витальевичем будем участвовать на поддержке, скажем так. Да, какие-то, может быть, вопросы. И коллег тоже я приглашаю учителей, которые к нам пришли сегодня, тоже не стесняться задавать вопросы. Мы их очень любим, и нам они дают какое-то, не только как бы такое, рождают у нас желание вообще работать с вами, и записывать эти методы клуба, но иногда вот дают какие-то новые направления для нашей работы. Вот на прошлом занятии «Черный монах» нас сильно удивил. Да, Александр Витальевич, мы так оба теперь как-то вернулись к этому рассказу, и о нем думаем, и вот, может быть, даже что-то придумаем для вас. Итак, начинаем тогда. Антон Алексеевич, пожалуйста, вам слово. Антон Павлович Чехов, «Вишневый сад». Спасибо огромное. Я с некоторым трепетом приступаю к этому разговору, потому что прекрасно знаю, что творчество Чехова и драматургия Чехова, в особенности, конечно, с одной стороны, очень сложны для разговора со школьниками, особенно в условиях небольшого количества часов. И здесь я надеюсь, что то, о чем мы с Татьяной Леонидовной расскажем, поможет учителям спланировать работу, причем самую разную, как в условиях ограниченного количества часов, так и в условиях каких-то специализированных классов среднего профессионального образования, например, классов, связанных с тем, что ребята учатся, которые становятся будущими дизайнерами. Мы знаем, что в системе СПО Московской есть такие классы. Так и, возможно, в подготовке к экзаменам и другим каким-то испытаниям. С другой стороны, для меня творчество Чехова и драма «Вишневый сад» при всей сложности, ну, какой-то один из самых ключевых разговоров, которые я веду со школьниками. Я вспоминаю, как однажды, такой, может быть, не самый удачный Эпигров, но, тем не менее, разговоры, как однажды мы с одиннадцатиклассниками, это был одиннадцатый математический класс, который, как всегда, в одиннадцатом классе уже был увлечен совершенно другими сюжетами, не связанными со школьной программой по литературе, а связанным, скорее, с написанием олимпиад по математике, физике и информатике, пришел на урок по «Вишневому саду» страшно возмущенный. Они были очень возмущены тем, что мы должны читать этот текст. «Ничего нет», говорят они, «сюжета нет», «герои какие-то непонятные, вроде бы, бери, доделай, бери и покупай сад, деньги есть, из Парижа тебе присылают, что не купить, чего ты ждешь, ну, отдай часть сада», они у тематики все рассчитали, «ну, отдай часть сада, все тебе хватит, и сад сохранишь, и менее сохранишь, продай, частично богатым дачникам получишь». Нам они сразу сказали, в банк, там, ссуду, все дела, уже же общество, да, вполне себе сформированными вот этими современными финансовыми институтами. Потом говорят они, какие-то паузы. Зачем нам эти паузы? Мы хотим, у нас времени мало, нам к олимпиаде ломоносов готовится, нам эти паузы не нужны, они совершенно лишние какие-то, какие-то лишние детали, какой-то звук лопнувшей струны. В общем, негодований у них не было конца. Как вы понимаете, 45 минут мы обсуждали, почему «Вишневый сад» плохая пьеса, почему она им не понравилась. Это было очень содержательные 45 минут разговора. Я думаю, что это важная эмоция когнитивного диссонанса, которую испытывает школьник, которую, надо сказать, испытывали во многом и современники Чехова. Кажется, да, потому что пьеса, конечно, в высшей степени новаторская. Для начала, вот мне хочется, на самом деле, об этом поговорить. О том, что, говоря научным языком, деконструировали мои одиннадцатиклассники математики. Для них деконструировали то, как устроена пьеса «Вишневый сад». Кажется, что для того, чтобы это сформулировать, нужно сделать шаг в сторону и немножко поговорить об историческом контексте. Мне сейчас важно поговорить с вами, с учителями, и думаем, что об этом говорить полезно и со школьниками. Я скажу еще о том, как это можно было бы делать. Со школьниками или со студентами СПО. Ну, контекст. Прежде всего, конечно, исторической эпохи, историко-культурной даже эпохи, в которой создается пьеса «Вишневый сад». Да, это рубеж веков. Пьеса создана уже в начале XX века, но принадлежит к этой рубежной эпохе, когда открытие науки, поиски философии приводят к ощущению кризиса, раздробленности. Знаменитая книга, выпущенная в то время, пользовавшаяся невероятной популярностью, вырождение, ощущение вырождения прошлой культуры. Ощущение того, что прошлое закончилось навсегда. И это не только, ну, к примеру, усадебная культура в России, которая уходит. Мы помним, да, что в 1905 году уже совсем скоро эти самые имения будут жечь, да, крестьяне. Но дело не только в этом. Вообще ощущение конца прошлой картины мира. Но мы помним, да, все основы подорваны. Вот уже скоро будет теория относительности. Вот уже пришел Фрейд с его подсознанием, да, когда оказалось, что внутри человека бездна непознаваемая. Вот уже бог умер у Ницше, да, и с этим будет работать современник Чехова Горький, как мы помним. Начинаются поиски такой, скажем так, экстатической религиозности, да, это всплеск мистических сект. Появляется в это же время, да, такая одиозная фигура, как Распутин и так далее. Ну и культура и искусство. Они тоже пребывают в этом ощущении кризиса, в ощущении того, что мир бесконечно усложнился. Там, где было прямое пространство, теперь бездна, да. Там, где было ясно, теперь непонятно ничего. И для этого резко усложнившейся картины мира нужен что? Нужен новый язык. И все искусство рубежа веков ищет этот новый язык для новой картины мира, да. Ну вот язык иногда совсем новый, да. Вот Брюсов, да, пишет стихотворение из одной строчки. Вот, не знаю, какие еще можно примеры провести, да. Вот символисты пишут стихотворения, лишенные какого-то бы то ни было ясного, однозначного лирического сюжета. Вот одновременно в эти же годы эксперименты Бунинские в прозе, да, первая, да, ранняя Бунинская проза, когда проза лишается, опять же, сюжета и становится лирической прозой, да, бесфабульной прозой. Антоновские яблоки какие-нибудь можно вспомнить. Кстати, прямо связанные с Вишневым садом, да, тематические запахы антоновских яблок исчезают из наших, постепенно исчезают из наших усадеб, да. Вот это ощущение фан-дус-йекль, конца века, кризиса и поиска нового, на что отвечает культура модернизма, которая вся есть поиск нового, да. Можно здесь показать ученикам или студентам фотографии домов, которые строятся в это время, да, в стиле модерн, например, когда архитектурное строение лишается единства и цельности, да, оно все либо расплывается, да, как знаменитые шехтелевские строения, либо заполняется какими-то блестящими, яркими мозаиками на фасаде, да, как, например, мы в Москве находимся, да, значит, гостиница, метрополь и так далее, да. То есть вот это ощущение снова цельности, да, огромное количество стекла в архитектуре этого времени, то что же про это, да, про то, что вот цельность и монолитность необходимо разбить, необходимо разрушить вот те старые представления о том, как надо строить, как надо строить здание, как надо писать картины, как надо создавать литературный текст. Все это не годится. Наконец, это контексты творчества и чеховского творчества, которое движется, мы помним, от юмористических рассказов, сценок, да, в общем и целом, ну, скажем так, довольно понятных, таких созданных в сатирическом ключе к усложнению, к многослойности, к усложнению повествовательной структуры, к многослойности текста, к тому, что под текстом формируется, извините за тавтологию, подтекст, да. Вот я говорил про Фрейда, да, у Фрейда подсознание, а у Чехова под текст, да. Нечто что-то, опять же, как и подсознание фрейдовское, нечто скрытое, неявное, но составляющее основу того, что важно для текста и автора. Ну и, наконец, важный для Вишневого сада контекст, да, это кризис классического актерского театра, да. Собственно, этому кризису во многом посвящена Чеховская чайка, конечно же. Рождение режиссерского театра. Рождение театра, который уже говорит со зрителем на других языках, который очень важную роль отводит в свободе режиссерской интерпретации. Важную роль отводит художественным решениям, часто нелинейным, неочевидным, ассоциативным. А поведение актера на сцене тоже меняется, да. Вот-вот уже родится Мейрхольдовский театр, опять же, режиссерский театр, да, и театр, в котором актер не совсем играет роль, а скорее играет себя играющего роль, да. Ходят какие-то сложные отношения с самим собой. Но явно на сцене не подобен буквально человеку за пределами сцены. Вот все это рождает ощущение вот этого, точно, мне кажется, сформулированное, да, в раздробь. Все в раздробь. Раскалывается традиционный сюжет на, казалось бы, мало связанные друг с другом сюжетные сцены или вообще в сторону ослабления внешнего сюжета и внешнего конфликта. Ну, согласитесь, внешний конфликт вишневого сада решается элементарно. Ну, в общем, это и происходит. Сад продается, имение уходит с торгов. Все. Вот и все событие. Вот и вся внешняя событийность. Она практически нулевая в вишневом саде. Ну, еще приезд, приезд, продажа, отъезд. Все, да. В три слова можно уложить внешний сюжет. Раздробляется система персонажей, среди которых уже нет главных. Второстепенные и случайные оказываются, может быть, ключевыми. Раздробляется жанр. В каком жанре вишневый сад? Комедия. Ничего себе комедия. Определение Чехова. Драма с тонкой иронией, высмеивающая пошлость. Но тоже сильно понятнее не стало. Что же смешного в этой грустной пьесе вишневый сад? Тут и трагедия, и комедия, и драма. Все вместе. Как об этом говорить со школьниками? Можно попросить их или вспомнить, или сравнить прочитанные, например, фрагменты. Если, да, конечно, мы работаем в условиях, когда ученики не прочитают текст целиком. Фрагменты вишневого сада, например, с изученными фрагментами или целиком прочитанными произведениями Толстого. Вот на одной из прошлых встреч методического клуба я рассказывал про Толстого. Вселенная Толстого – это вселенная целостности. Это вселенная, где все ее элементы соотнесены друг с другом. Умирает Петя Ростов, и другой Петя Пьер в этот же момент, в эту же секунду освобождается из плена. Да, то есть все связано со всем. Одно переходит в другое, как те капли в этом шаре, который снится Пьеру. Все связано со всем, все едино и цельно. Разные уровни бытия соотносятся друг с другом. Пьер смотрит на комету 12-го года. Князь Андрей смотрит на небо. Петя Ростов смотрит на небо и слышит небесную музыку. Николай Ростов в первом своем бою смотрит на небо. Небо и земля находятся в постоянном, если не гармоничном, то бесконечно связанном, соотнесенном единстве. Все мироздание есть цельность, есть мир, есть бытие, которому прикасается в большей или в меньшей степени герой. Соотносит себя с ним, с этой большой, огромной, гармоничной вселенной. И вот эти все сотни и сотни персонажей оказываются как в том самом сне, в том самом небесном, небесной мелодии Петя Ростова. Они оказываются как бы частью этой мелодии. Что мы видим у Чехова? Как бы все наоборот. Где у Толстого был масштаб, у Чехова небольшой размер. Даже пьеса «Вишневая высота» правда же маленькая пьеса. Она меньше, мне кажется, меньше грозы по объему. Да и герои тоже какие-то, да, такие обычные, обыкновенные. Ситуации тоже какие-то такие самые маленькие, самые обычные. Там, где у Толстого была связь, диалог, единство героев, ощущение, да, вот это. И помните, там же тоже есть сцена у Толстого приезда домой, помните, да, значит, вот приезжает Николай Ростов, да, и там огромное многорукое существо, которое его встречает. Вся семья как многорукое существо. А здесь, а здесь один опаздывает, другой задерживается, третий не слышит, четвертый не замечает, пятый уезжает, а шестого вообще забывают в забитом доме, забывают в доме, как в гробу. И вот это ощущение, да, все в раздробь, мне кажется, очень хорошо на сравнении Толстого и Чехова чувствуется. С другой стороны, можно поговорить и об отдельном микроэпизоде. Вот, например, из начала, да. Вы видите, уже в этом эпизоде видно, как герои не слышат друг друга. Я не ропщу, привык и даже улыбаюсь, Дуняши входят, подают Лопахину к вас, я пойду, говорит Епиходов. Как это связано с ремаркой? Как это связано с действиями Дуняши? Кто слушает Епиходова? Да никто. Вот как бы торжествуя, вот видите, извините за выражение, никакой обстоятельства, между прочим, это просто даже замечательно. Уходят. Его никто и не думал слушать. Как говорит герой другой пьесы Чехова, если бы ты меня слышал, я бы с тобой не говорил. Дуняш, а мне Иван Алексеевич, признаться, Епиходов, предложение сделал. А, говорит Лопахин. Что это за А? Он ее слушает? Он что-то понимает? Он обращает на нее внимание? Герои, как бы говорят, каждый сам с собой. Действия хаотичные, нелепые, случайные, почему-то торжествуют, почему натыкаются на стул, стул падает, подает Лопахину к вас. Как это связано друг с другом? Как будто бы, в общем-то, никак не связано. Все раздробит. Но если дальше, как бы, от такой точечного разговора о микроэпизоде, перейти к контексту, о котором мы говорили, каким образом отвечает искусство драмы на вот эти вот вызовы времени, на этот кризис, точнее, будет сказать, на этот кризис, на это ощущение фан-де-съекли, конца эпохи, ощущение кризиса, необходимости поиска новых форм. Это то, что называется новая драма. Мы можем как дать это понятие в виде теоретической справки с учениками, так и самостоятельно открыть какие-то из этих черт, работая с эпизодами, о чем я еще буду дальше говорить. Это театр настроения, а не действия. И действия внутреннего, а не внешнего. Это драма лирическая и психологическая, когда так называемое подводное течение, ремарки, бытовые детали, звуковой образы оказываются важнее, чем внешнее действие. Когда система персонажей усложняется, да нет хороших и плохих, здесь, конечно, можно вспомнить какую-нибудь, опять же, пьесу про дом, как и «Вишневый сад», как и «Гроза», как и многие другие пьесы. Кстати, любопытный сюжет, мне кажется, разговор о русской драматургии, пьесы про дом. Между прочим, на дне тоже про своего рода дом. Ну и «Горе тума», разумеется. Ну вот на контрасте можно вспомнить о какой-нибудь недостатке. Там тоже дом, там тоже хозяйка дома, но мы видим, как все совершенно иначе. У Чехова уже нету никаких положительных и отрицательных персонажей, как были у Фанвесина. Новый тип диалога, когда, так называемый, диалог глухих, и полифония, как бы отдельное звучание разных голосов, образность становится уже не буквальной, не предметной, а символической. Конечно, это готовилось в русской драме тоже. «Грозой», например, где «Гроза» уже была этим символическим образом, но теперь становится доминантным языком художественным. Ну и, соответственно, такое взаимопогащение, размывание родов и жанров. Комедия-повесть «Чайка», лирическое начало «Вишневом саде», комедийное начало, в общем-то, во многом трагической пьесе «Вишневый сад», или, во всяком случае, в «Грустный». Там мы видим на всех уровнях такое размывание привычных, целостных, скажем так, каких-то гармоничных представлений о драматическом тексте. Конечно, в этой связи, мне кажется, очень важным, чтобы урок по Вишневому, или урок один, если он у вас один, или несколько по Вишневому саду, начинались вот этого удивления. Не случайно я начал со своих прекрасных математиков. Конечно, вся новая драма, это один большой взрыв мозга, был для и современника, в общем, остается для нас. Надо сказать, что иногда многие наши современники идут в театр и удивляют, а что же здесь нету какого-нибудь яркого персонажа. Уже сто лет как в драме не должно быть яркого персонажа. Драма не про это. Драма не про одного яркого персонажа, который как резонер говорит истины. Или а что же вот здесь нет реалистичных деталей на сцене. Герои ходят без париков. Уже сто лет герои ходят без париков, потому что предметом драмы является не внешнее действие, а скорее ассоциативное поле, пространство, которое рождается у зрителя при взгляде на то, что происходит на сцене. Не знаю, покажет или нет Татьяна Леонидовна замечательные есть эскизы и фотографии и декорации к Вишневому саду, выполненные в спектакле Эфроса, где Вишневый сад соотносится с кладбищем. Вроде бы там нет кладбища напрямую, но очевидно, что вся пьеса про это. Вся пьеса действительно как будто бы происходит на кладбище. А современный режиссер Дмитрий Анатольевич Крымов, сын Эфроса, ставит Вишневый сад на вокзале. Действительно же там нет буквально вокзала, а есть. Как будто бы тот самый вокзал, где люди навсегда расстаются, встретившись ненадолго, который всегда в прощании с прошлым. Помните, года как чемоданы оставим на вокзале, на котором нет ничего спокойного и домашнего, и даже дом в Вишневом саде, не дом, а такое временное пристанище. Ну, теперь все-таки о конкретике, да, как работать на уроке. На всех наших заседаниях Медельнического клуба Института Собержания методов технологии образования мы говорим о модели урока по анализу эпизода, который мы предлагаем для преподавателей среднего профессионального образования, когда мало времени на уроке, и можно сосредоточиться на отдельном эпизоде. Ну, вот, в случае с драматическим текстом, с Вишневым садом, мы понимаем, что можно выстроить эти уроки по-разному. Можно вообще сосредоточиться на одном эпизоде и по нашим вопросам, которые мы предлагаем с ними поработать. Возможно, с элементами драматического анализа, да, то есть думать, а может быть, не думать, а разыгрывать прямо на уроке сценки, думать о том, что движет героем, как воплотить этот импульс движения героев в действии, в расположении героев на сцене, в том, как мы произносим слова в нашей небольшой постановке. Можно же выбрать несколько эпизодов и поговорить о сквозных линиях, я их еще сегодня назову. Можно вообще выстроить работу с ремарками, как отдельный жанр, да, поработать только с ремарками, и это вполне годится для Вишневого сада. Можно работать с читательскими, зрительскими впечатлениями, да, если мы сходили на какую-то постановку или работать с экранизацией, да, например, с фильмом Сергея Овчарова «Сад». Отбирая эпизоды для работы, мы предлагаем несколько сквозных смысловых линий, связанных с, как всегда, вот в наших уроках, да, в наших разработках с проблемными вопросами, с главными точками входа. Этот вопрос, мне кажется, что здорово, если эти вопросы сначала будут связаны с такой, скажем так, жизненной проблематикой, психологической, может быть, связанной с повседневным опытом, в том числе наших учеников. на самом деле очень характерны для мира социальных сетей, мира перенасыщенной коммуникации. Ситуация, когда люди вроде говорят, но не слышат друг друга, да, помните, все, есть огромное количество скриншотов, да, там, например, родительских чатов, да, где про одно и то же домашнее задание 48 вопросов, да, что задали, а на какой урок, а это письменно, а это обязательно, да, или мы можем вспомнить, как наши ученики с нами говорят, да, а это на оценку, а это с каким коэффициентом и про одно и то же много раз, да, но и в семье подросток очень часто находятся в ситуации, когда люди друг друга не слышат, как в стихотворении Кристины Стрельниковой, замечательного современного поэта, меня не слышат, меня не слышат, меня не слышат, и вот это ощущение непонимания между людьми, человеческого разрыва, с которым стоит разрыв исторический, не сегодня мне про это говорить, про ощущение разрыва между поколениями, очень понятное ощущение для наших учеников, мне кажется, здорово не обходить стороной эти острые темы, а их поднимать и говорить про них. Но от такого мотивационного вопроса, да, можно перейти и к проблемному вопросу, связанному с литературным материалом. Я говорил только что о усложнившейся на рубеже веков картине мира, об ощущении кризиса, да, вот как литература может передать от ощущения кризиса, непонимания, раскола, распада, какие есть литературные средства для этого. И отвечая на эти проблемные вопросы, да, которые можно пообсуждать с учениками, мы вводим понятие новой драмы и работая с эпизодами Вишневого сада, говорим о художественных приемах для нее характерных. Подтекст, ремарка, система мотивов, диалог глухих, внутренний конфликт. Я уже немножко про это сказал, а дальше покажу, как это можно раскрывать на текстах. Итак, ключевые смысловые линии. В эпизодах, о которых я сегодня подробно не буду говорить, потому что здесь важно, ну, вчитаться в эпизод, да, и поработать с ним. Вопросы к эпизодам мы старались, в вопросах к каждому эпизоду, все эти четыре сквозные линии отразить. Это тема времени. Герои существуют как будто бы в разных времена. Постоянно в пьесе дается намек на вот это движение времени, часы, опоздание поезда, даты, да, мы точно знаем день продажи Вишневого сада, время в пьесе движется от весны к осени, и это все движение времени, движение времени в сторону угасания, в сторону утраты связи человека со временем. Такое во многом катастрофическое течение времени. Когда это было? До беды, до воли, да, и все, что происходит теперь для Фирса с тех пор, с этой беды, со времени начала этой беды, с тех пор существует как бы на фоне нее, на фоне этой катастрофы. Раньше про Вишневый сад писали в энциклопедии, теперь он продается с торгов, все обесценивается, все в раздробь, все уходит, да, после беды. Или какое-то даже нелепое для героев течение времени, да, когда они все время опаздывают куда-то, все время не успевают, потому что каждый в своем времени, для каждого время движется по-своему. У них как будто бы буквально разные часы, по-разному идущие. И они нигде не совпадают друг с другом, никто не совпадает. Один устремлен в будущее, другой в прошлом, навсегда застрял, третий пытается встретиться с воспоминаниями, четвертый машет руками, думает, что он владелец этого времени, что время ему подчиняется, ну как будто бы да, действительно подчиняется. Впрочем, с другой стороны пройдет год, и мы знаем, что будет с этими даже новыми владельцами этих усадеб. Диалог глухих. Построение диалога, да, и система персонажей, когда огромное количество, как казалось бы, случайных персонажей. Зачем там Шарлотта, для чеха это был очень важный персонаж? Вроде бы она никак прямо с действием не связана, фокусы показывает. Диалог глухих, да, я про это уже говорил, случайные реплики, как будто бы несотнесенные друг с другом. И вообще не только диалог, да, ремарки и паузы, которые приобретают самостоятельную роль. Казалось бы, невозможно это все воплотить на сцене, но необходимо. Да, то есть вот эта атмосфера, лирические лейтмотивы, они оказываются как бы важнее, чем физическое действие, буквальное. Да, мне что-то вспоминается здесь Андрей Тарковский, который очень многому, конечно, учился у Чехова, который требовал, да, чтобы во время съемок зеркало на съемочной площадке пахло мокрыми ржавыми батареями, да, вот этот запах мокрых, ржавых батарей, мне кажется, в этом что-то есть очень чеховское, да, зритель должен ощущать вот эту атмосферу, которая создается, в частности, этими лирическими лейтмотивами, звук лопнувшей струны, вообще звук за сценой, да, потом звук топора, паузы. Ведь мы знаем, на самом деле, что это условность, пьеса без пауз, да, в этом смысле паузы очень похожи на то, что и в жизни происходит, да, когда время течет неравномерно. Ну и символические образы, мотивы, да, прежде всего здесь можно выделить мотивы часов и времени, о которых я уже говорил, мотив холода, да, помните, утренник, то есть мороз, да, утренний в начале, пиесы, музыка, да, еврейский оркестр, звук лопнувшей струны, все эти мотивы создают вот это ощущение раздробленности, непонимания, отсутствие какой-то, что ли, теплоты человеческих отношений, и даже еврейский оркестр, как будто бы не уместен своей радостью в этом рушащемся мире, в этом мире, в котором рушится все, к чему люди привыкли, всем, на чем держалась их жизнь. Мне кажется, что очень здорово поработать с Вишневым садом можно вообще-то все 45 минут, говоря лишь про первый эпизод, про начало. И даже отдельный разговор посвятить вот этой первой ремарке, комната, которая до сих пор называется детскую. Это бессмысленная ремарка, ее невозможно изобразить на сцене, как вы изобразите, что комната до сих пор называется детскую, не является детской, а называется детской. Ну, исследователями открыто, что, в общем, не может там находиться комната при входе, не может находиться детская при входе в дом. Но ведь это очень важная ремарка. Она про то, как герои живут в прошлом. Вот там вот, когда комната до сих пор называется детская, как бы застряли в этом прошлом времени. Ну, и застали в иллюзиях. Застряли в иллюзиях. Называется детскую. Она же ей не является, тут нету детей. А, с другой стороны, все дети, правда же, да? Все герои Вишневого сада, может быть, кроме Лопахина, все дети. Ироневская же ребенок. Ну, и не случайно, она мать в белом платье видит, когда смотрит в сад. В саду холодно, утренник, да, мотив холода. Весна, как будто бы надежда, но за которой, правда же, никакой надежды не прячется. Ощущение движения времени, скоро взойдет солнце, который час, пришел поезд, поезд опоздал, часа на два, по крайней мере. Лопахин здесь владеет, вроде бы, физическим временем, да, отвечает за расписание. Герои, приезжающие к себе домой напротив, опаздывают. Да, вот, мне кажется, на таком микроразговоре о самых первых строчках, мне кажется, из него уже очень многое, можно, очень многие выводы можно сделать. О каких же эпизодах мы предлагаем поговорить, да? Можно говорить о начале первого действия, о чем, да, я уже самое начало привел, да, ну, вот, до появления Шарлотты, да, и здесь обращать внимание учеников на ритмотивы холода, времени, да, мороза и одновременно цветущих вещей. Можно обращать внимание на паузу, да, в связи с ремарками и просто подумать, а что же, чем можно было бы заполнить эти ремарки, какими репликами, почему Чехов этого не делает. Можно говорить здесь, да, об интонациях, с которыми говорят герои, а то, как они друг друга не слышат. И здесь здорово, конечно, соотнести это с вот этим вот ощущением времени, да, все в разном времени, этим холодом в человеческих отношениях. И обязательно обратить внимание в первом эпизоде на комический эффект, да, Шарлотта и на то, почему Чехову было важно соединить трагическое и комическое, да, я уже говорил о такой жанровой полифоничности, что ли, Вишневого сада. Можно поговорить о разговоре о гордом человеке и появлении прохожего, вспомнить здесь историко-культурный контекст, да, разговоры о сверхчеловеке, ожидании апокалипсиса и одновременно нелепость этого разговора, в котором герои друг друга не слышат, да и кто говорит о гордом человеке, да, тут, конечно, комический эффект. Отдельно, мне кажется, всегда важно очень говорить о прохожем, как бы, одном из центральных персонажей Вишневого сада при всей своей случайности, но в этой случайности кроется его роль, да, как будто бы случайный, как будто бы ненужный, да тут все случайные и уже ненужные, как хозяйка имения, которая тут уже не нужна. И мотив дороги, да, в первом эпизоде у нас был поезд, теперь прохожий, а кто здесь вообще-то не прохожий, у кого есть дом, да ни у кого тут нет дома. Это ощущение бездомности героев, да, можно вспомнить эссе, Фазилия Искандера, о, поэтах дом и поэтах бездомья, да, вот это ощущение бездомности, тотальной бездомности человека, вот в частности в этом самом кризисную эпоху, в эту самую эпоху, когда почва под ногами утрачивается и дом в привычном смысле слова утрачивается, да, можно вспомнить усадьбу Тургейнина, Толстого, Гончарова, все, теперь уже дома нет. Предлагаем вопросы к эпизоду с известным о покупке сада Лопахиным, но не буду останавливаться на повторении тех моментов, о которых уже говорил, обращу внимание, наверное, на разговор о персонажах и о внутренней сложности Лопахина, о неоднозначности этого образа, да, хищные звери, нежная душа, и кажется очень важным эту неоднозначность показать, потому что она снова про вот эту вот внутреннюю усложненность героев, да, неоднозначность героев характерна для, так, прошу прощения, случайно этот шлайд, для новой драмы. Ну и финал, разумеется, да, где очень интересно поговорить о том, с кем говорят герои, да, про разный голос и интонацию, можно и театрально их поразыгрывать на уроке, и вообще про ощущение одиночества, да, которое здесь заполнит каждого из героев, и Фирс, которого закрывают в этом, оставляют одного в этом доме, да, есть некоторый такой тотальный символ этого одиночества и оставленности человека. Заканчивается пьеса, что будет дальше с имением, с героями, со стороной, этого Чехов не знал, но мы знаем, да, а что будет уже через год и через 10 лет, да, как вот это ощущение в раздробь будет только усиливаться и усиливаться. Замечу в скобках, закругляя разговор о мотивационных аспектах работы с этим текстом на уроке литературы, о связи текста с нашей реальностью, замечу в скобках, что это ощущение в раздробь социальной атомарности, конечно же, с тех пор только усилилось и усилилось, да, и лишь государственные попытки создать искусственный монолит лишь усиливали и усугубляли эту атомарность, которую открывает Чехов, атомарность общества, где все в раздробь, где никто друг друга даже не собирается слышать, даже идеи такой нет. На такой грустной ноте я передаю микрофон Татьяне Леонидовне, чтобы она нас вывела в более радостную театральную стихию. Да, я хотела бы поговорить о некоторых приемах изучения пьесы «Вишневый сад» на школьном уроке, связанном и с сценической историей, и с самим текстом, и по текстам. Вот, конечно, таких приемов значительно больше, но вот некоторые из них. Спасибо. Ну, во-первых, это вот работа с афишей. Мне очень близко, очень близок тезис Антона Алексеевича о том, что урок должен начинаться с удивления. И мне кажется, что начать вот с удивления можно с приема прогнозирования и посмотреть разные афиши. Ну, вот, например, эти три афиши. Если школьники или студенты не читали пьесу «Вишневый сад», а это, ну, в общем-то, частое явление, потому что драматическое произведение, как правило, не задает на лето читать и начинает читать в классе, то это вообще будет очень любопытно, потому что, когда рассматриваешь эти афиши, в общем-то, не понимаешь, о чем на самом деле будет пьеса. Здесь есть какие-то предметные детали, да, свойственные чеховы, вот шкаф, вот качели, которые не появляются в пьесе, но здесь они есть, причем качели вот в виде и скамейки, и обычные, но здесь есть действительно вишневое дерево, если говорить о первой афише. Вторая афиша предметна, ну, это банка то ли с кровью, то ли с вишневым садом, и, кстати, вот в спектакле театра имени Пушкина тоже есть сцена, когда герои подключают капельницы, и что это за физиологический раствор? Это кровь, это вишневый сад, которыми они пытаются и поддерживают свою жизнь, вот здесь тоже это вот и есть, и это воспоминания о вишневом варенье, которое говорили раньше, в прошлом. На третьей афише «Человек с топором», да, и известный артист Антон Хабара, да, и написано здесь, ну, почему с топором, и какой-то капли крови есть у нас средняя афиша. То есть здесь можно как раз прогнозировать, о чем будет пьеса, если, ну, предположить такую ситуацию, что ученики вообще не представляют или представляют совершенно смутно. И вот афиша может стать вот таким приемом антиципации предварительного разговора о пьесе. Эти же афиши можно посмотреть с точки зрения жанра. На одной афише это треки-комедия, на другой комедия, треки-балаган в действиях. И это жанровое определение тоже дает повод для разговора о том, что это такое, что это за жанры. И конечно в конце изучения, в финале изучения наверное нужно вернуться этим афишам, вспомнить прогнозы, посмотреть эти афиши на каком-то другом уровне. Вот. Мы на этапе разговора об истории создания «Вишневого сада» и о разговорах Антона Павловича Чехова с постановщиками, в частности с Константином Станиславским, Константином Сергеевичем Станиславским, можно обратиться к афише, ну вот, второй постановки, понедельник, 19 января, во второй раз «Вишневый сад», билеты все проданы, спектакль, есть время, сколько будет идти спектакль, и любопытно, что вот на следующей неделе, если пересчитать со старого стиля на новый, исполняется 120 лет со дня первой постановки. Очень интересно поработать с фрагментами воспоминаний Константин Сергеевича Станиславского о том, как Чехов размышлял о заглавии «Вишневого сада», как он приходит сначала и говорит, что будет, назовет свою песу «Вишневый сад», а через какое-то время на следующий день, по-моему, приходит и говорит, что «Вишневый сад», «Вишневый», и радостно смеется этому названию. И Станиславский размышляет, что «Вишневый сад» это сад действительно, который приносит прибыль, а «Вишневый сад» это уже совершенно другой образ, символический образ, свойственный с новой поэтикой, с новым театром. Ну и здесь вот как раз фотографии были на слайде, где Станиславский играет Гаева, а Ольга Леонардов-Кмепер Чехова-Раневская. При изучении пьесы, Антон Алексеевич об этом говорил, конечно, нужно обращать внимание на ремарки в сцене третьего действия, да и в других эпизодах, на повторы, на интонации. Обратите внимание, Любовь Андреевна продан «Вишневый сад», «Лопахин» продан. Любовь Андреевна кто купил? Я купил, я купил. Такое ощущение, что происходит, что такое эхо какое-то в глухом доме, или даже вот нет даже ощущения дома, да, какое-то такое состояние неопределенности и какого-то даже страха перед будущим. И любопытно здесь поговорить о системе пауз. В «Вишневом саде» их 34. И можно ученикам дать такое задание, просто посчитать количество пауз в каждом действии. И окажется, что самое молчаливое действие это второе, там 15 пауз. И казалось бы, там практически все герои «Вишневого сада» присутствуют. И все они разговаривают. И как раз Антон Алексеевич говорил об этом состоянии коммуникативного провала, когда все говорят и, в общем-то, не слышат друг друга. И любопытно, что самое молчаливое действие это именно третье, где и решается судьба «Вишневого сада». На самом деле в этой действии всего одна пауза. Вот она перед вами. Пауза и затем ремарк «Любовь Андреевна у Митина». Она упала бы, если бы не стояла после кресла и стала варить снимать все ключи, бросает их на пол, посреди костей и уходит. Я купил покоритель и господа, сделайте милость. И дальше идет достаточно объемный монолог и очень интересный «Лопахина». И это удивительно действительно третье действие, где очень много звуков. Это звучащие действия, это громкое действие. Кто-то спрашивает, читали Ницше, кто-то начинает читать грешницу Алексея Толстого, причем начальник станции. Звучит русская речь, звучит какие-то фразы на французском, фразы на немецком. Шарлотта показывает фокусы, аплодирует. Все действительно звучит, шумит, играет оркестр, кто-то напевает песню. Пауза единственная. Но эта пауза становится очень важной, потому что она делит жизнь до и после. Она не только становится таким композиционным приемом, который разделяет первую и вторую часть третьего действия и показывает, реализует прием антитезы, прием контраста вот этой первой части звучащей, достаточно молчаливой, второй части. Но она действительно делит прошлое, будущее и жизнь, и судьбу этих героев, которые лишаются вот вишневого осада. И в этой же сцене можно поговорить с ремарками. одни. Да, и вот как раз задание, которое из первого эпизода я взяла, которое сформулировал Антон Алексеевич, чем можно было бы заполнить паузу обозначенной в ремарках, какими репликами, мыслями, персонажами или другими ремарками, почему человек об это не делает. Насытить паузу содержанием, вот это интересный, мне кажется, методический прием. Если говорить в этом действии о ремарках еще, то можно обратить внимание на то, вспомнить, с ребятами, оставьте еще этот слайд, спасибо большое, можно вспомнить, что есть много типологий ремарок, но в основном ремарки делятся на внешние и внутренние, то есть на постановочные и психологические. И здесь еще третий тип ремарок образно-символические. И посмотрите вот на эту важную ремарку после паузы. С одной стороны, здесь нет психологическая ремарка «Любовь Андреевна Угнекина», здесь передается состояние. С другой стороны, есть постановочная ремарка внешняя, Варя снимает скользок ключей, бросает их на пол посреди гостиной и уходит. Но это как раз тут случай, когда постановочная ремарка превращается в образно-символический, потому что не случайно появляется и образ ключей, как образ не только дома, но и предыдущего мироощущения, предыдущего образа жизни. все меняется. И снова мы возвращаемся к тому, что вот это становится символом, образом, ну, если хотите, пока состояние безвремя, которое оказывается герои, нет уже прошлого, и даже вот того, которое было, но нет еще и будущего совершенно. И вот это состояние, иллюзия времени, в котором ты живешь, на самом деле вот становится действительно иллюзией, становится достоянием безвременного. Ну, и, конечно, интонация, с которой можно читать вот эти повторы. С какой интонацией будет читать Любовь Андреевна? Скуку пел. Что вкладывает она вот в эту реплику? Почему Лопахин повторяет практически эту реплику? И обратите внимание, дважды ее повторяют. Интонация первой реплики Лопахин говорит, я купил. И интонация второй реплики, не случайно с восхитительным знаком, совершенно другая. Если первой, наверное, есть еще и растерянность, и спуг, и даже может до конца не веря в то, что произошло на самом деле, то во второй появляются вот и гордость, и амбиции, и ощущение купца, у которого выгодная сделка свершилась не случайно. Дальше очень много ремарок в монологе Лопахина, и вот этот монолог становится центральным. И вот в этом монологе как раз ремарки отражают двойственность любого героя, но в данном случае Лопахина. То есть действительно герои неоднозначные в произведении и нет, он не подвется не герой, дети называют его и хищным зверем, и нежной душой. И в ремарках уже это проявляется. Смотрите, смеется, хохочет, топочет ногами, звенит ключами, а с другой стороны обращаясь к Рамевскому с упором, со слезами, наконец с иронией. И в каком-то таком состоянии вот такого психологического потрясения толкнул нечаянно столик и двое не прокинул кабеляры. В театрах играет его и как будто пьяным, и в общем-то даже пьяным, но в любом случае это действительно такое состояние потрясения. И вот как раз здесь из спектакля на фотографии он смотрит на ключи и не верит на самом деле. Если говорить еще о ремарках, то наверное нужно поставить есть ремарки, которые очень сценичны. Их трудно отнести к постановочным, наверное, в большей степени к психологическим, но они не характеризуют персонажа, не характеризуют действующих лиц. И вот отчаянки на предыдущий слайд Чехов говорил о том, что это комедия поиск. И в ремарках отражается форма присутствия повествователя. Действительно, жанр становится криптичным, смешиваются разные жанрово-родовые характеристики. И вот школьникам или студентам можно предложить как раз такое задание, как передать эти состояния на сцене, как может передать эти состояния сценограф. Я, к сожалению, сценографию не вела в кадры, но, конечно, можно посмотреть сценографию Давида Бородского и Владимира Серебровского, и Гердима Клементьева, и Виктора Шестакова. Удивительные фотографии есть. Их можно найти, они в свободном доступе. И вот после того, как поговорить с учениками о том, как это можно сыграть, может, через сценографию, может, через актерский жест, может быть, через актерскую мимику. Ну, вот, например, из первого действия уже мать цветут вишневые деревья, но в саду Холланда ученик. И там же в этой ремарке есть «Скоро встанет солнце», а во втором действии, смотрите, «Скоро сядет солнце». В стороне возвышаясь темнее тополи, там начинается вишневый сад, в дальний ряд телеграф у столбов, и далеко-далеко на Двизонте неясно обозначается большой город, который бывает видит только в очень хорошую ясную погоду, скоро сядет солнце. Ощущение такое, что это фрагмент стихотворение в прозе, то как раз ремарки, они скорее похожи на прозаический текст. Как сыграть «Скоро сядет солнце»? Декорация первого акта в четвертом действии. Нет ни занавеси на окнах, ни картины, осталось немного мебели, которая сложена в один угол, точно для продажи. Чувствуется пустота. Вот я пробовала эти триемы и писали небольшие работы. Я просила просто выбрать какую-то одну ремарку. Практически все выбирали последнюю ремарку и рассказывали, как пустоту можно сыграть, почувствовать именно. И как раз такие были предложения моих учеников. Нужно приоткрыть окно, чтобы занавеска отколыхалась немного. Нужно немножко сыграть ощущение, что тебе зябко, что тебе холодно. Может быть накинуть какой-то шаль или еще что-то. В общем, очень много интересных было идей и очень интересные работы были. Но после этого может быть обратиться и к сценографии как на сцене. Это можно передать. Одним из приемов тоже очень интересным это сравнение фотографий актеров или работа с фотографиями. Могут быть разные приемы. Можно спросить какой из героев изображенный на фотографии отвечает в большей степени представлению, отвечает представлениям учеников. Можно посмотреть на то, что Лопахин молодеет, по времени и играет его более молодые актеры и подумать почему. Можно спросить в какой момент, как вам кажется, изображен именно на этом фрагменте, на этой фотографии герой и доказать свое суждение. То есть на самом деле с фотографиями можно работать очень интересно и много. Конечно, традиционный прием сравнения фрагментов спектаклей, эпизодов, одних и тех же эпизодов, например, которые играются по-разному. И одним из приемов, который может быть тоже интересным, это придумывание истории. Вот на сайте Вахтанговского театра есть интервью с Римасом Туменосом, который размышляет о том, как ставить Чехова и почему интересно ставить Чехова. И он размышляет о том, что думая об остановке, он придумывал истории. Мне кажется, это можно перенести и на школьный урок. Ну, например, вот режиссер заинтересовала история любовника Раневской, какой он, то есть персонажа не сценического, какой он, чем занимается, как проводит время. Но очень любопытная история, например, матери Яши или история Эпиходова или история каких-то других персонажей, которые на первый план не выходят, но вспоминая фразу Игоря Николаев Сухих, что у каждого героя в сюжете есть своя звездная минута, когда второстепенный персонаж может стать героем, можно эту историю придумать, историю и Шарлотты. Драматическое произведение позволяет это, и в данном случае режиссерские, актерские приемы помогут лучше узнать второстепенного персонажа. Ну и анкета героя. Можно предложить такие вопросы, например, кто вы, какое отношение имеете к имению Ромевской, как отреагировали на то, на приезд Ромевской, когда узнали о приезде Ромевской, как отнеслись к продаже Вишневого осада, какое будущее вас ждет, что будет в будущем, ну или что ли, какие-нибудь другие вопросы. Когда-то на методическом семинаре, посвященной драме, выступал Антон Александрович Каченко. Мне очень понравился прием, который он предложил. Я, он предложил на подъезде Островского гроза, а я решила попробовать этот прием по Вишневому саду. Здесь даны заголовки и рецензии и эссе, посвященные спектаклям или пьесе Вишневый сад. И задание такое выбрать тот заголовок, который вам нравится и написать собственную статью или эссе. Ну и предварительно можно просто поговорить, почему так называется. любопытно, что вот все в саду это эссе Валия Генниса, да, и рецензия все из сада. Я один заголовок первым сделаю, второй последний, потому что очень любопытно, как они вошли в диалог. Ну любопытно еще жизнь не в попад. Литературная матрица нашла невозносимую жестокость бытия или безжалостная история. Выкорчевать любовь с корнем. А нет, литературная матрица одна единственная нить ковра, конечно. Вот. И после этого можно эти рецензии почитать, посмотреть после того, как свои напишут ученики не очень любопытно все это посмотреть. Это рецензии к разным спектаклям, которые можно посмотреть, большинство из которых можно посмотреть в интернете. Ну и на последнем слайде я предложила просто творческие работы как итог. Можно предложить, например, создать афишу группам. Мы работаем таким образом, что группа учеников обсуждает замысел и потом они реализуют. Ну вот некоторые такие афиши здесь представлены. Одна сделана пораньше, другая вторая и третья в этом году. И глядя на эти афиши, я вот смотрю, что если Чеховский театр настроения, то праздники этих афиш говорят о том, что современные школьники воспринимают довольно мрачно, во всяком случае, так с одной стороны, так импрессионистически средняя афиша «Вишневый сад», а с другой стороны, как такое очень пьесу тревожное, такое грозовое пьесу действительно, особенно вот на последней афише. Ну, и, конечно, это не все приемы, которые можно предложить, и вот на самом последнем слайде некоторые работы, которые, как мне кажется, будут интересны учителю по Вишневому саду, очень много работ, но вот в антон Чехов «Вишневый сад» на Токе, очень любопытный разговор не только о самом Вишневом саде, историко-культурном контексте, но и, например, о том, как играли, или основные интерпретации, ну, например, такой вопрос, почему Лопахин все-таки купил «Вишневый сад», для чего, и три основные версии там даются, на Арзамасе можно найти пять главных постановок Вишневого сада, четыре из них зарубежные, что тоже интересно, ну, и работ Тиновия Папернова, и я тоже предлагаю, хотя этот список, я думаю, можно продолжить, и четыре, я думаю, есть и свои любимые статьи по Вишневому саду тоже. на этом я завершаю свою разницу. Да, спасибо большое, Антон Алексеевич тоже, спасибо большое. Так, коллеги, я думаю, что мы сделаем, наверное, всякие вопросы сначала предоставим, возможность задать коллегам. Может быть, Александр Витальевич, что-то вы хотите сразу прокомментировать, если вдруг появились какие-то, какое-то желание что-то прокомментировать? Я могу сказать несколько слов, могу сразу, могу сказать. Давайте, давайте, пока, может быть, коллеги, да, вопросы подготовят свои, зададут их, а вы сейчас прокомментируете. Ну, я, конечно, горячо поддерживаю все, что сказали коллеги, Антон Алексеевич, Татьяна Леонидовна. И добавить-то, в общем-то, особенно нечего, наверное, я бы, может быть, подчеркнул, что кажется мне наиболее важным, вот широчайшая степень обобщения чеховского, символизм, Чехова, оказавший влияние на культуру Серебряного века и на символизм, да, и на другие литературные течения. И вот, понятно, что образ Вишневого сада допускает разные трактовки и в конечном итоге вызывает ассоциации такого высокого порядка, может быть, не знаю, метафизического, религиозно-философского, конечно, пародируя, профанируя, снижая, но тем не менее, очевидно, Чехов обыгрывает мотив изгнания из рая, и действительно, для героев Чехова, да, вот почему рациональные аргументы не работают, да, потому что для них Вишневый сад, каким бы он ни был в реальности, ассоциируется с таким вот райским уголком, которого они должны лишиться, и все апокалиптические, эсхатологические настроения рубежа веков очень точно Чеховым аккумулируются вот в этом образе Вишневого сада потерянного рая. Этот образ в таком вот контексте, да, уходящей натуры, там, не знаю, потерянного рая, ускользающей красоты стал в дальнейшем, ну, сквозным в литературе и в Серебряного века, и вообще в литературе и культуре двадцатого века в целом. Мне вспоминается Есенинское письмо к сестре. Ах, эти вишни, ты их не забыла, и сколько было у отца хлопот, чтобы наша тощая и рыжая кобыла выдергивала плугом корнеплод. Отцу картофель нужен, нам был нужен сад, и сад губили, да, губили, душка, об этом знает мокрая подушка немного семь или восемь лет назад. Вот тоже интересно, стихотворение Есенина, это двадцать пятый, по-моему, год, да, и Есенин возвращается на семь или восемь лет назад, то есть семнадцатый год, год революции. И вот чеховская пьеса, наверное, прогностически, пророчески, да, заряжена предчувствием больших перемен, да, а Есенин спустя несколько лет после революции возвращается, да, к этому году вот кардинальных перемен, обращаясь как будто к этому же чеховскому образу Вишневого сада. Вот такой универсальный, густо насыщенный смыслами образ Чехов наметил, и мне кажется, уделить на занятии внимание вот дальнейшей судьбе этого образа, да, его развитие у последователей Чехова тоже было бы не лишним. Пожалуй, все, коллеги, что я хотел сказать. Да, спасибо, Александр Витальевич. Так, коллеги из наших гостей, зададите вопросы. Так, кто у нас решится сегодня? Молчат. Я, может, один комментарий пока сделаю, может быть, все-таки в надежде, что коллеги тоже подключатся. Вы знаете, вот мы же все-таки с вами несколько раз уже встречались с экспертами, обсуждали это, и когда вы что-то рассказываете, да, я, ну, как бы нахожу то, что мы обсудили, какое-то развитие тех мыслей, которые мы обсудили, но мне кажется, что вот именно сегодня, вот в разговоре, сегодня появилось слово, которое меня, например, устроило вдруг окончательно совершенно, это слово атмосфера. Мы совершенно его не употребляли, когда говорили о доминантах, как-то мы на ней не сосредоточились, а мне кажется, что оно очень точно, вот Антон Алексеевич его произнес в своем выступлении, потому что ведь на самом деле и время, и холод, и пустота, это все именно атмосфера, да, и паузы, и вот эти вот ремарки, которые где чувствуются и так далее, да, они все создают именно атмосферу. Мы говорили о том, что вроде бы здесь нет такого напряженного действия, да, ну вот если там взять как сюжет, нет таких ярких персонажей, за которыми бы ты там следил там в течение пьесы, нет, естественно, там как обычно у Чехова однозначных оценок, есть вот все время эти ощущения, вот я посмотрела потом уже на вопросы, которые у нас к эпизодам, их составляли и Антон Алексеевич, и там ведь тоже очень много вопросов со словом ощущение, ощущает ощущение, и они прямо вот через вопрос есть это слово там в тех или иных там его вариациях. Мне кажется, что это вот очень интересный такой момент, он, наверное, связан с новой драмой, вот с этим кризисом, переломным вот, да, и вот этого конца века, о котором Антон Алексеевич говорил, и вот действительно атмосфера, то, чем дышит, то, что витает в воздухе, то, что ощущается, чувствуется, да, оно прямо не показывается, мы его не видим, и вот в разговорах в этих, которые друг друга люди не слышат, да, создается именно атмосфера вот этого перехода, да, этого перелома, этой и ухода, да, и прихода нового. Мне кажется, что я прямо вот очень рада, что это слово нашлось, и мне кажется, что еще, вот может быть, тоже был интересный момент, о котором говорили, это по поводу постановок, мне кажется, что можно тоже с ребятами об этом поговорить очень продуктивно, потому что, ну вот само понимание того, что почему-то эту пьесу ставят, ставят и ставят и у нас за рубежом, и бесконечно, да, и каждое поколение режиссеров обращается вновь и вновь к этой пьесе, причем чем дальше, такое ощущение, что тем больше, как бы, да, ставится Чехов, и вот это ощущение вот этой пьесы загадки, да, почему вот, желание разгадать, да, вот как передать эту атмосферу, я, наверное, об этом говорила, да, где-то это передается через декорацию, через сценографию, но это должно быть передано и актерами, это должно быть передано какими-то режиссерскими ходами и так далее, да, то есть почему это вызывает интерес в театре, вот оно, мне кажется, очень понятная история, там была одна афиша, мне очень понравилась, средняя, где-то с банкой, на ней же иероглифы, я так если вот разглядела и там пыталась рассмотреть, да, то есть иероглифы, да, почему, как бы, наверное, может быть, там какие-то были другие там причины, по которым автор поместил, но у меня ощущение, что это тоже про загадку, про то, что нужно разгадывать, рассматривать, всматриваться, вчитываться, вообще как-то разгадать, про что, собственно, эта пьеса, ну, даже от того вопроса, да, почему это комедия, то, что там, Татьяна Леонидовна тоже указывала на то, что, да, один там из авторов пишет, ну, режиссер, видимо, так назвал, что это трагикомедия, кто-то называет балаган, и вот эта отсылка, наверное, да, и там и к Шарлотте, и вот ко всем этим, ко всему, что происходит, да, и к атмосфере, наверное, и музыка, да, вот этого оркестра, который звучит, который мы тоже не видим, а который только возникает, да, вот эти звуки. Я прям вот очень благодарна вам, Антон Алексеевич, за это слово «атмосфера», и Татьяна Леонидовна, которая тоже вот эту, поддержала как бы эту тему, мне кажется, что это слово, которое еще во многом определяет Чехова, потому что вот я пыталась, ну, представьтесь, толстовская атмосфера, мне кажется, что вряд ли, вот мы так можем сказать, или там, не знаю, атмосфера там Горького, то есть, мне кажется, чеховская атмосфера, но больше всего именно Чехов подходит вот к этому, вот к определению слова «атмосфера», да, именно у него возникает атмосфера, ощущение, чувство, да, Которая вот и передаётся, собственно, вот этими новыми формами, которые он, собственно, и пытался предложить. И, опять же, Антон Алексеевич говорил об этом, да, что ещё в чайке это возникает, да, вот это нужны новые формы, а если новых форм нет, то, как бы, и вообще ничего не надо. Ну и, собственно, вот это, это вот попытка, как бы, да, или создать эту новую форму, или вот вообще ничего, как бы то, что мы иногда, ну, как бы, как бы, Антон Алексеевич, опять же говорил про математиков, да, они говорят, ну, что там, что, то есть они не видят, они понимают, что там ничего, там ничто, да, они не могут этого найти, какой-то опоры, вот, на привычные, для них там сюжет, персонажи и так далее. Хотя я подозреваю, что ребята, наверное, много читали, смотрели, видели, ну, извините, Антон Алексеевич, их учитель, но даже для них это оказалось слишком, да, вот эта пьеса вдруг для них оказалась какая-то слишком непонятная, вот, и в этом, мне кажется, собственный интерес к ней. Поэтому, коллеги, я вот за это вам прям очень благодарна, я, собственно, открытие свое сделала, мне прям вот приятно, что у нас с вами это происходит. Коллеги, я все-таки жду вопросов, и думаю, что спикеры тоже их ждут. Порадуйте нас. Добрый день, Павел. Кто-то решается. Ура, ура! Да, Татьяна Владимировна. Лопахина всегда у детей в последнее время, я не заметила на уроках, дети видят Лопахина, ну, чуть ли не положительным героем, героем времени, действия. Мы говорили сегодня об ощущениях и чувствах. Получается, что нежная душа, это почти не раскрывается, эта тема. Ну, засадил там несколько десятин маку, когда цвел, красиво было, но ведь он их засадил не с целью любоваться красотой цветущих маков. Вот как с детьми поворачивать эту тему с Лопахиным, чтобы он не стал, ну, чуть ли не положительным героем во всех отношениях. Ну, я варь, это все можно осветить, но почему-то Лопахин стал восприниматься, повторяю, детьми, как герой времени, герой действия, значит, он во всех отношениях положительный. Так, ну, я думаю, что спикер ответит. Для меня-то тоже он положительный герой, поэтому мне это, как бы, совсем хорошо. Коллеги, пожалуйста, Антон Алексеевич, Антон Алексеевич, что скажете вы? Ну, про героя времени, я думаю, понятно. Да, вот больше, может быть, про то, что положительный. Вот интересно, сам Чехов о нем говорил о том, говорил, что нельзя его играть однозначно, потому что его любит Варя. Для него это было очень важно, что Варя выбрала Лопахина. И можно через это посмотреть. Потом, вот есть же такая линия, которая тоже играет в спектаклях, очень часто, и в современных тоже, что Лопахин очень, очень трогательно относится к Раневскому. Он влюблен в Раневскую, да, и он ей предлагает возможность купить, дает деньги ей, он рассказывает про это, как можно спасти Вишневый сад. Он, помните, в самом первом действии, да, он приходит встречать ее утром. То есть, вот ощущение того, что в нем действительно нежная душа, вот которую Петя заметил, и он все время ждет знаков внимания от нее. Вот очень любопытно, в театре на Таганке играет Алла Демидова Раневскую и Валерий Золотухин Петю играет. И вот если этот фрагмент посмотреть, она, он тянется к ней, он хочет дотронуться до нее, он, а нет, это уже про Петю я говорю, да, это что-то другое. Вот, простите, про Лопахина. И вот мне кажется, что через эту линию тоже, вот отношение к Раневской можно и через образ Варе, можно как раз поговорить об отношении, про вот его, про нежную душу. Попытка помочь действительно. Ну, смотрите, здесь по поводу, по поводу помочь, все-таки, да, вот вы говорите, что он там спасает, спасать Вишневую, но он же предлагает спасать не Вишневый сад, он предлагает спасти Раневскую, вот, но путем гибели Вишневого сада, он же будет вырублен и продан, да, то есть он спасает, не Вишневый, он спасает именно ее, да, он предлагает ей этот выход. И действительно, он, наверное, в этой ситуации единственный. А у меня еще вот там вопрос, может быть, такой возникает, почему она именно после слов о том, что он купил, она вот там, ну, так реагирует, да, на этот, не после слов, что сад продан, а после слов, что именно он его купил. Она же тоже к нему очень хорошо относится, да, вот, да. Почему ее так расстраивает именно то, что купил он? Ну, мне кажется, что повторы еще показывают, что она сначала не осознает, может, даже не потому, что именно он купил, а то, что он купил он все-таки, что сад продан. Я вот воспринимаю это так. Антон Алексеевич, а у вас к Лопахину какое отношение и к этому персонажу? Дорог ли он вам так же, как нам? Мне кажется, что, ну, я могу только повторить мысль, на самом деле, Татьяна Леонидовна, мне тоже кажется, что Лопахин это отличный пример разговора про то, как человек неоднозначен в разных своих проявлениях, да, он может даже вот на уровне, может быть, прежде всего, на уровне ремарок, как это видно. Вот он размахивает руками, вот он, да, решительный, быстрый, а тут же ласковый. И то, и другое вместе. И это и есть то, что мне в нем интереснее всего. И в этом смысле, конечно, это герой времени того, да, вот именно в этой своей какой-то внутренней неопределенности, да. И трагедия, конечно, в том, что это герой времени, который так и не стал героем времени. Если бы Лопахины пришли и стали героями времени, кажется, это был бы самый лучший вариант из возможных. Потому что делец-приобретатель с нежной душой, да, это самое лучшее, что может быть. В том-то и дело, что никаких Лопахин, что дальше, спустя 10 лет, все Лопахины, которые только зародились, все, кто в белое движение ушел, кто просто был зарезан, а кто, значит, потому что что-то успел скопить, вынужден был либо бежать в Константинополь, в Берлин, либо, в общем, как-то скрыться, и потом, соответственно, в 30-е годы был зарезан. Поэтому, нет, Лопахин это лучшее, что могло бы быть из героев времени. Но, к сожалению, время распорядилось иначе, и время историческое было к Лопахину, к Лопахиным очень жестоко. Лопахин живой, Лопахин способен откликаться. Ну, да, он что-то не чувствует, но в этом его вины мало. Откуда ему это чувствовать? Откуда ему вот эту неть, изнеженную дворянскую душу, которая откликается на введение мамы в белом платье в саду? Ему ниоткуда, да, мы помним его и социальное происхождение, биографию, да. Он сам выбился в люди, да, он всего сам достиг. Между прочим, по головам-то он не идет. Да, он идет по саду, но по головам-то он не идет. И это еще меня больше убеждает, в том, что Лопахин это лучшее, что нас могло бы ждать. Впрочем-то и дело, что не ждало. По поводу этого персонажа еще мне кажется интересным то, что вот, наверное, во всех театрах, ну, вот, какие-то постановки, которые я знаю, его всегда играли лучшие актеры, да, то есть, ну, Высоцкий играет на Таганке, предположим, да. Хабаров, он, наверное, один из главных актеров у Безрукова там в театре, да, вот то, что играет и сейчас. Петров играет. Да, то есть, ну, вот как бы актеры выбираются действительно лучше, как раз, наверное, потому что вот образ, он неоднозначен, да, потому что там есть, что играть, действительно, да, то есть он такой. Он интересен тем, что он вот неоднозначен, мне кажется. Татьяна Владимировна, ну, может быть, мы как-то ответили на Ваш вопрос? А мне, знаете, я Татяна Владимировна, пожалуйста, ага. Я задавала вопрос, чтобы для себя еще раз уяснить, как на уроке беседу, потому что дети говорят, например, он такой деятельный, решил вопрос с этим садом и с покупкой, и с одной стороны чувствует себя победителем, с другой стороны какая-то нескладная жизнь. Говорит, почему ему не хватает такой решительности дать, например, сказать твердое «нет» Варе? Почему он для Варе оказывается человеком, который приносит ей столько страданий? Вот у детей еще вот такие вопросы возникают, когда они его неоднозначность обыгрывают. Ну, вот вопрос тоже я для себя решила, я просто еще раз уточнила. Спасибо за что. Анатолия Владимировна, а вот еще хотела все-таки тогда про Варю. Да, вот мы упустили немножко этот момент. Вот мне кажется, что, ну, очевидно же, по пьесе, по тому, что там происходит, что он ее не любит, то есть он не испытывает к ней, да, может быть, он и в этом смысле как раз честен и, в общем-то, ну, прям, что ли, я не знаю, и понимает, что, ну, да, то есть просто на чувстве вины, там, как, ну, ждет она от него, там, это, ну, хочет она там, чтобы, ну, он-то, вот, наверное, понимает, что... Я у меня про Варю вообще вопрос, я вообще не понимаю, почему она приемная дочь, откуда она там взялась, я в пьесе ничего про это не знаю и, как бы, как это вообще произошло и когда она там оказалась, это, может быть, еще одна краска Краневская про ее там доброту, вот, и когда она там Лопахина маленького, да, там, мужичок там не плачет, там, и так далее, да, да, то есть как бы, то есть мы, вот, не знаем, как бы, да, эту историю, вот, и поэтому про Варю, да, но мне кажется, что в этой ситуации тоже, что значит он ее мучает, как бы, ну, он, собственно, не обязан ее жениться, так тоже, ничего он такого не сделал для того, чтобы предлагать ей свои там руку и сердце, он, мне кажется, мне как раз кажется, что ребятам сегодня это понятно, потому что они тоже все, по-моему, не торопятся совершенно связывать себя там семейными там узами отъяснений и так далее, да, они тоже считают, что нужно сначала там встать на ноги, нужно какую-то, не знаю, стать кем-то, наверное, как-то реализоваться в этой жизни, а потом уже, там, как бы, входить замуж, жениться, рожать детей и так далее. Мне почему-то кажется, что он действительно Лопахин очень близок, наверное, сегодняшним, вот ребятам, которым там уже по 16 лет, например, да, они, наверное, воспринимают действительно как положительного героя. Они больше всего, когда писали, они говорят о нем больше всего. Ага, ну, ну, а о ком? Что Лопахин любит, Варя? Ну, надо найти там, надо найти там какие-то основания в пьесе. Посмотрите, ему со всех сторон говорят о том, что ему нужно жениться на Варе. Да. И может, ребятам-то 16 лет тоже нравится, что у него нет, ему не оставили по-настоящему выбора, да, Раневская об этом говорят, все вокруг говорят. А может, есть какое-то чувство к ней, может, такой вариант быть? Вы же сами сказали, что он влюблен в Раневскую. Если он влюблен в Раневскую, то какая Варя? Татьяна Леонидовна, есть Раневская, есть Варя. Ну что, это еще, наверное, не пережитое чувство к Раневской. То есть, Раневская, это стало настолько частым мотивом во многих спектаклях, что уже хочется найти еще какие-то краски. но, чувство, ее чувство Краневской, его чувство Краневской, оно в пьесе очевидно, там, ну, найти его не трудно, да, как бы, подтверждение этому. А подтверждение его любви к Варе, мне кажется, найти на самом деле очень сложно. Я не задавалась, честно говоря, такой целью, но, может быть, как-то, ну, я вообще начинала. Когда он и Раневская, он говорит, ну, я не прочь, как бы, ну, да, ну, то есть, это же. Ну, вот, он все равно человек, который сам принимает решение, а ты, пусть, все толкаешь на это решение. А, ну, то есть, на сопротивление просто. Ну, и по отношению к Раневской просятся слово «любовь поклонения». Да, может быть так. А потом ведь и Раневская его толкает. Это тоже, если он в нее влюблен, но вот той мальчишеской, юношеской любовью. Вот интервью есть как раз с Петровым, где он об этом говорит, почему играет молодой актер Лопахина, для того, чтобы показать юношескую любовь к Раневской, чтобы пережить ее. А это другой тип. Ну, именно Раневская все время толкает к Варе. Может быть, сопротивление. А вот что касается Таганки и образа Лопахина, вот очень интересно воспоминание о том, как, и есть этот фрагмент, как Владимир Высоцкий читает вот этот монолог «Кто купил? Я купил Вишневый сад». И он читает это как стихотворение. То есть у него строчки вот с такими же паузами, ну, буквально верли, получается «Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу». И получается действительно, что он внутренне-то очень такой конкурент. Очень важный. А внешне вот жизнь заставляет, да, условия жизни заставляют быть другим. В общем-то, из грязи, допустим, и Антона Алексеевича не по головам. Не по головам. Да, сам. Интересный персонаж, да. А у меня была ученица, которая говорила, в Вишневом саде есть только один герой, это Варя. Она поступила в театр, и сказала, моя мечта, все Джульетку хотят, Хахелю, а я хочу Варю. Нет интересных персонажей, в русском драматуре. Индивидуальная. Да. Я написала на ЭГЭ про Варю, и всегда про Варю, только про Варю. Да, совершенно говорит, неоцененная Варя, и Варя надо посмотреть. Мне почему-то всегда казалось, что, когда Ранецкая вышла замуж, мне почему-то казалось, что это дочь мужа. У меня такая история, такую историю я придумала. И почему она остается в этой усадьбе с плечами, экономкой, не только из-за характера, из-за того, что ее взяли в эту семью, потому что, мне кажется, она может быть и отсюда. но усадьба Тараневская как бы не мужа. Там все очень неопределенно. Здесь была ее детская, здесь спала Раневская и Гая. Понятно, что это усадьба Раневских. Да, но при этом есть где-то рядом усадьба Тараневского, а он старше семь. Такая условная у себя получается. И менее Раневская замка. Хорошо, коллеги, может быть, да, может быть, еще вопросы будут? Про Лопахина, конечно, да, вот это, что я, Анлина, рассказывала, да, вот как посмотреть, да, разные персонажи, как играют, как в разных театрах ставят. Наверное, точно так же можно было бы и про Варио как бы посмотреть, да, и кто играет, и как ставят, и как ее там решают там этот характер. Георгия там, у нее же тоже интересные бримарки все время про нее интересные, да, вот она когда ключи бросает, аж не просто бросает на пол, а посередине комнаты, то есть, но как бы, то есть, там все это, есть, там на самом деле есть что играть у Вари, поэтому я вот вашу ученицу в общем-то понимаю, потому что это, ну, характер, она не, там, не знаю, мне кажется, Аню, Аню сложнее, наверное, играет, да, там, как обычно, таких героинь. Коллеги, будут ли еще вопросы? Ну что ж, тогда, коллеги, будем заканчивать, если, может быть, кто-то из экспертов хочет что-то, какой-то итог подвести, что-то еще сказать, Антон Алексеевич, может быть, какие-то еще, пару слов, нет, Александр Витальевич, Татьяна Леонидовна, я хочу поблагодарить Перекличка, перекличка, да, и сказать, что вишневом саде можно говорить бесконечно и все равно не сказать. Это да. Ну, мы тоже, мы с вами сколько раз собирались, чтобы в вишневом саде поговорить, наверное, раза 3-4 у нас получилось таких полноценных, да, еще между ними там какие-то, какая-то работа, то есть, хотя все эксперты работали с вишневым садом многократно там со студентами и с учениками и по-разному, да, и тем не менее, все время вот эти возникают, как у режиссеров, да, как решить постановку, у нас все время вопрос, как решить это с детьми сегодняшними. Коллеги, спасибо тогда вам большое. Прежде всего, конечно, докладчикам Антона Алексеевича, Татьяна Леонидовна, спасибо огромное вам за такой подход, который нам новые какие-то, да, грани показал, ну, новые направления, новые векторы, может быть, какие-то отметить. Александр Витальевич, спасибо вам большое за ваш комментарий и спасибо коллегам, кто сегодня пришел и особенно Татьяне Владимировне, которая задавала вопрос. Спасибо большое. Мы готовы были бы, я думаю, мы бы на этот вопрос, я думаю, что могли бы еще отдельно и долго поговорить, да, но вот будем ограничивать себя, ограничивать себя. спасибо вам большое. Спасибо коллеге большое еще раз всех с праздником. Татьяна Владимировна, кстати, вы тоже, вот мы вас тоже поздравляем, у вас сегодня Татьяне день, в начале Татьяну Леонидовну поздравляли в начале нашего, нашей встречи, сейчас поздравляем вас, но и всех, кто связан с учебой, с университетами, со студентами, с учениками, и вообще вот с этим прекрасным словом образования и просвещения. Спасибо большое. До свидания. До свидания, коллеги.